Пес из приюта был убит горем, когда его брата усыновили, оставив его совсем одного. Но как раз в тот момент, когда казалось, что вся надежда потеряна, произошло нечто невероятное, что заставит вас потянуться за салфетками. Одним особенно холодным ноябрьским утром спокойствие приюта было нарушено звуком автомобиля, въезжающего на посыпанную гравием подъездную дорожку. Дженнифер Эшел Мондотти, давний волонтер, питающая слабость к бездомным животным, вышла на улицу, чтобы поприветствовать посетительницу. Когда она подошла к машине, ее глаза расширились при виде двух собак, прижавшихся друг к другу на заднем сиденье. Они были из породы целителей, их шерсть была спутанной и грязной, но не их внешний вид привлек ее внимание. Они так прижимались друг к другу, как будто мир за пределами их маленького домика не существовал. Дверца машины открылась, и из нее вышел мужчина средних лет с каменным лицом. «Я их подвезу», — без обиняков заявил он. «У меня новая работа, которая отнимает слишком много времени, и я больше не могу их содержать. Они были хорошими собаками, но сейчас у меня нет для них ни места, ни сил». Подписав необходимые бумаги, он быстро ушел, не оглядываясь. Дженнифер привыкла к этому. Но ей никогда не было легче видеть, как люди бросают своих питомцев. Собак доставили в теплое помещение приюта, где их накормили, напоили и тщательно осмотрели. По мере того, как персонал приводил их в порядок, стало ясно, что эти двое были не просто парой бездомных животных. Они были неразлучны. Куда бы ни пошел один, другой следовал за ними. Их движения были синхронны, как в хорошо отрепетированном танце. Персонал, тронутый их очевидной связью, решил назвать их Бонни и Клайд. В течение следующих нескольких дней Бонни и Клайд начали привыкать к новой обстановке. Несмотря на травму, которую они, должно быть, пережили, что было видно по их общему состоянию и беспокойному поведению, они, казалось, черпали силу в присутствии друг друга. Дженнифер не могла не заметить, как им было хорошо в компании друг друга. Они играли вместе, гонялись друг за другом по двору и даже улеглись рядышком, когда пришло время ложиться спать. Их связь была не похожа ни на что из того, что сотрудники видели раньше, и она быстро стала источником радости и вдохновения. Однажды днем, когда Дженнифер наблюдала за парочкой, резвящейся в игровой зоне, ее осенила мысль, что если Бонни и Клайд были разлучены. От этой мысли у нее по спине пробежали мурашки. Она видела, как они были привязаны друг к другу, как один, казалось, не мог существовать без другого. Именно тогда она дала молчаливую клятву. Она сделает все, что в ее силах, чтобы их усыновили вместе. Но шли дни, и Дженнифер начала замечать кое-что странное. Хотя многих посетителей приюта сразу же привлекла игривая натура Бонни и Клайда, среди персонала ходили тревожные слухи. Некоторые предположили, что такая сильная связь между двумя собаками может отпугнуть потенциальных усыновителей, которые, возможно, предпочтут иметь одного питомца, который мог бы сблизиться с ними. Менеджер приюта даже намекнул, что если дело дойдет до этого, им, возможно, придется рассмотреть возможность усыновления их по отдельности, чтобы увеличить их шансы. Через несколько дней в приюте, где царила оживленная жизнь, появилась семья, которая сразу же обратила внимание на Клайда. Клайд. Отец, обладавший проницательным взглядом, восхищался крепким телосложением и спокойным поведением Клайда, в то время как дети были очарованы его игривым характером. Они искали одну собаку, и Клайд, по их мнению, идеально им подходил. Дженнифер Эшелман Дотти, которая особенно привязалась к этой неразлучной паре, подошла к семье с нежной улыбкой. «Клайд. Удивительный пес», — начала она, пытаясь направить разговор в нужное русло. «Но вы должны знать, что он очень близок со своей сестрой Бонни. Они через многое прошли вместе». Мать семейства взглянула на Бонни, которая тихо наблюдала за происходящим из угла комнаты. В ее глазах отражались надежда и страх. «Мы можем взять только одну», — сказала мать извиняющимся, но твердым тоном. «У нас нет места или ресурсов для двух собак». Сердце Дженнифер упало, когда решение семьи укрепилось. Несмотря на ее попытки подчеркнуть связь между братьями и сестрами, семья была непреклонна. Они оформили документы на усыновление, и вскоре Клайда выпустили за дверь. Он оглянулся на Бонни, виляя хвостом, не подозревая, что это прощание может оказаться последним. Бонни, однако, сразу все поняла. Собака из приюта безутешно скулила, оплакивая потерю брата. В ее глазах, когда-то полных жизни, теперь отражалась глубокая печаль, которую сотрудники приюта не могли игнорировать. Дженнифер опустилась на колени рядом с Бонни и нежно погладила ее по шерстке. Но Бонни никак не отреагировала. Собака из приюта безутешно скулила и плакала, потеряв брата. В ту ночь в приюте было необычно тихо. Собаки, почувствовав мрачное настроение, притихли. Бонни, которая обычно сворачивалась калачиком рядом с Клайдом на их общей кровати, теперь лежала одна. Она зарылась с головой в одеяло, словно пытаясь спрятаться от реальности, что ее брата больше нет. Пустота рядом с ней была суровым напоминанием о разорванной связи. В ту ночь Дженнифер задержалась допоздна, составив Бонни компанию в тускло освещенном убежище. Она шептала нежные слова утешения, но они, казалось, улетали в пустоту, не будучи услышанными. Бонни не отрывала взгляда от двери, словно желая, чтобы Клайд вернулся. Когда-то жизнерадостная собака, которая была полна энергии, теперь, казалось, погрузилась в свой собственный мир, куда ее могло вернуть только присутствие брата. На следующее утро Дженнифер и сотрудники приюта собрались, чтобы обсудить тяжелое положение Бонни. Они знали, что если не будут действовать быстро, депрессия Бонни может усугубиться. Именно тогда они решили поделиться историей Бонни в социальных сетях, надеясь найти кого-то, кто, возможно, захочет ее приютить. Дженнифер написала проникновенный пост, в котором поделилась подробностями ситуации с Бонни и ее глубокой привязанностью к Клайду. Она опубликовала фотографию Бонни, свернувшейся калачиком на своей кровати, и в ее глазах отражалось охватившее ее одиночество. Сделав глубокий вдох, Дженнифер написала проникновенную подпись, рассказывая историю Бонни таким образом, чтобы, как она надеялась, тронуть сердца. Она нажала «Опубликовать» и увидела, как фотография, сопровождаемая рассказом Бонни, начала распространяться в интернете. Реакция последовала незамедлительно. В течение нескольких часов сообщение стало вирусным, им поделились тысячи людей, его прокомментировали люди со всей страны. Поток сочувствия был ошеломляющим. Сообщения о поддержке заполонили почтовый ящик приюта. И все же, несмотря на такое внимание, среди персонала царил осторожный оптимизм. Они уже бывали здесь раньше, надежды возникали только для того, чтобы рухнуть, когда не появлялось реального решения. И все же они лелеяли слабую надежду на то, что в этот раз все может быть по-другому. На следующее утро, когда персонал готовился к новому дню, на стоянку приюта раньше обычного заехала машина. Дженнифер, все еще не пришедшая в себя после беспокойного ночного сна, наблюдала, как из дома вышла женщина, на лице которой читались решимость и предвкушение. Женщина представилась как Брейден Рут. Местная любительница собак, которая недавно потеряла свою старшую собаку Телли. Она объяснила, что накануне вечером посмотрела рассказ Бонни и сразу почувствовала связь. Она искала компаньона для своей второй собаки, Телли, и что-то в этом роде. История Бонни глубоко задела ее заживое. Присутствие Брейдена было маяком надежды в том, что для Бонни было длинным и темным туннелем. Дженнифер отвела ее в конуру, где лежала Бонни, все еще свернувшись калачиком на своем обычном месте. Когда Брейден приблизился, уши Бонни слегка навострились, чего Дженнифер не видела уже несколько дней. В глазах Бонни промелькнула искра узнавания, как будто она почувствовала, что вот-вот произойдет что-то важное. Брейден опустилась на колени и тихо заговорила с Бонни. Ее голос был нежным и успокаивающим. Она протянула руку, позволив Бонни понюхать ее пальцы, прежде чем слегка погладить ее по шерстке. Ее. Ко всеобщему изумлению, Бонни медленно подняла голову. Ее глаза встретились с глазами Брейдена с такой силой, которая одновременно и разбивала сердце, и вселяла надежду. Впервые за несколько недель Бонни придвинулась к кому-то ближе, и язык ее тела показывал проблеск доверия. Связь была мгновенной и неоспоримой. Брейден почувствовал это, как и Дженнифер, которая наблюдала, затаив дыхание, надеясь, что это тот момент, которого они все ждали. Брейден продолжала разговаривать с Бонни, рассказывая истории о своей покойной собаке Бампере и о своей нынешней собаке Телли. Бонни слушала, не отрывая взгляда от лица Брейден, как будто понимала каждое слово. Дженнифер отступила назад, позволяя Брейдену и Бонни общаться без помех. Было ясно, что Брейден был тем человеком, которого Бонни ждала. Тем, кто мог бы вытащить ее из отчаяния и дать ей любовь и дружеское общение, в которых она так отчаянно нуждалась. Брейден, похоже, тоже это понял. Визит превратился из расспросов в уверенность. Бонни должна была стать частью ее семьи. По мере того, как они продолжали сближаться, сердце Дженнифер наполнялось облегчением и радостью. Она знала, что Бонни нашла своего человека, того, кто будет любить и заботиться о ней так же сильно, как когда-то Клайд. Сотрудники наблюдали, как на их глазах Бонни начала преображаться. Ее тело расслабилось, глаза заблестели, а хвост начал слегка вилять. Это был первый признак счастья, который они увидели в Бонни с тех пор, как Клайд уехал. И это было не что иное, как чудо. Затем Брейден согласился оформить документы на усыновление. Держа Бонни за поводок, она опустилась на колени, чтобы быть на уровне собаки. «Отныне ты Эмбер», — тихо прошептала она. И это имя было выбрано, чтобы символизировать новую главу, искру надежды после тьмы. Бонни теперь Эмбер, казалось, поняла. Она слегка завиляла хвостом и прижалась к Брайдену, словно принимая свое новое имя и обещание, которое оно несло. Сотрудники приюта окружили их, и каждый из них воспользовался моментом, чтобы попрощаться. Дженнифер, которая была самой преданной сторонницей Бонни, смахнула слезу, передавая Брайдену последние документы. Работа. «Заботься о ней как следует», — сказала Дженнифер хриплым от волнения голосом. «Она заслуживает всего счастья на свете», — кивнула Брайден, и в ее глазах тоже заблестели слезы. «Я обещаю», — ответила она, и ее голос был полон уверенности. Когда Брайден и Эмбер уехали, сотрудники приюта стояли снаружи и махали им, пока машина не скрылась за поворотом. Было чувство завершенности, ощущение, что после всей душевной боли все, наконец, встало на свои места. Путешествие было долгим и трудным, но Эмбер была на пути к лучшей жизни. Подъехав к своему новому дому, Эмбер на мгновение заколебалась, выходя из машины, ее лапы коснулись незнакомой земли. Брайден провел ее внутрь, где ее ждала Телли, другая собака Брайдена. Две собаки настороженно смотрели друг на друга. Их движения были неуверенными, когда они кружили вокруг друг друга. Брайден затаила дыхание, надеясь, что это знакомство пройдет гладко. Сначала в воздухе повисло ощутимое напряжение. Телли, все еще оплакивавшая потерю своего бывшего компаньона, не была уверена в этом новоприбывшем. Эмбер, почувствовав нерешительность Телли, держалась на расстоянии. Ее уши были навострены от любопытства, но язык тела выражал осторожность. На мгновение Брайден испугалась, что переход может оказаться более трудным, чем она ожидала. Но затем произошел неожиданный поворот. Телли, поколебавшись несколько мгновений, сделала неуверенный шаг к Эмбер и легонько толкнула ее носом. Это был небольшой жест, но он говорил о многом. Эмбер ответила тем же, сначала медленно виляя хвостом, а затем все быстрее, когда поняла, что Телли приветствует ее. Через несколько минут две собаки уже осторожно играли вместе, и их первоначальная настороженность сменилась крепнущей дружбой. Брайден наблюдала за разворачивающейся сценой со слезами на глазах. Это было зрелище, которое она мечтала увидеть. Эмбер, однажды потерявшаяся и одинокая, нашла место, которому принадлежало. Связь между двумя собаками крепла с каждым часом, и к концу дня они были неразлучны. Телли, которая была такой замкнутой, казалось, обрела новую жизнь в Эмбер, и они быстро подружились. В течение следующих нескольких дней Эмбер обустраивалась в своем новом доме. Дома Брайден старался проводить с ней больше времени, укрепляя связь, которая у них начала складываться. Эмбер быстро привязалась к Брайдену и Телли, ходила за ними по всему дому, виляя хвостом с вновь обретенной энергией. Как будто внутри нее зажегся свет, и игривая любящая собака, которой она когда-то была, снова начала проявляться. Но как только все стало казаться идеальным, произошло нечто, нарушившее мир и гармонию, которые они обрели. Однажды утром Эмбер казалась необычно тихой, ее движения были замедленными, а в глазах не было обычного блеска. Обеспокоенный Брайден отвез ее к ветеринару, опасаясь, что стресс, вызванный недавними переменами, мог сказаться на ее здоровье. Ветеринар провел несколько анализов, и, казалось, прошла целая вечность, прежде чем он подтвердил, что Эмбер здорова, но, вероятно, все еще приспосабливается к новому окружению. Ветеринар предложил дать ей больше времени и пространства для полной акклиматизации. Обрадованная тем, что ничего серьезного не произошло, Брайден удвоила свои усилия. Эмбер чувствовала себя как дома. Она ввела новые правила поведения, выводя Эмбер и Телли на более длительные прогулки и даже устраивая игры с другими собаками по соседству. Постепенно к Эмбер вернулась уверенность в себе, а вместе с ней и радость жизни. Прошло несколько недель с тех пор, как Эмбер нашла свой новый дом, и произошедшие с ней перемены были поистине чудесными. Исчезла несчастная подавленная собака, которая когда-то лежала, свернувшись калачиком, в укромном уголке приюта. На ее месте появился энергичный, веселый компаньон, полный жизни и любопытства. Брайден с изумлением наблюдал, как раскрывается истинная сущность Эмбер, полная игривости, привязанности и безошибочного интереса к жизни. Дни Эмбер теперь были наполнены приключениями и любовью. Гоняла ли Телли на перегонки по двору? Исследовала ли близлежащий лес во время ежедневных прогулок или просто нежилась на солнышке? Эмбер наслаждалась каждым моментом с вновь обретенной энергией. Она стала сердцем семьи, принося ощущение счастья, которого Брайдену не хватало, пока не появилась Эмбер. Связь между Эмбер и Телли крепла с каждым днем. Их дружба стала свидетельством целительной силы любви и товарищества. Брайден, гордый успехами Эмбер, начал делиться новостями в социальных сетях. Она опубликовала фотографии и видео с игривыми выходками Эмбер, а также истории о том, как она устроилась в своей новой жизни. К удивлению, Брайден, эти посты быстро набрали популярность, и люди со всего мира откликнулись на путешествие Эмбер. Эмбер, история собаки, которая однажды потеряла все, но нашла свой путь к счастью, тронула сердца многих людей и вдохновила их задуматься о том, чтобы завести домашних животных, которым нужен второй шанс. Однажды, в роли Брайдена, когда Брайден просматривала комментарии к одному из своих постов, она заметила сообщение, которое заставило ее задуматься. Оно было от семьи, которая усыновила Клайда, брата Эмбер. Приют поделился новостями о Брайдене в своих социальных сетях, и семья, увидев их, была глубоко тронута историей Эмбер. Они упомянули, что Клайд тоже хорошо прижился в их доме, но в их сообщении прозвучала нотка тоски. Это было признание в том, что Клайд, возможно, все еще скучает по сестре, с которой он когда-то был неразлучен. То, что произошло дальше, вызовет у вас слезы на глазах. Они предложили воссоединение, чтобы у братьев и сестер был шанс снова увидеть друг друга. Сердце Брайдена якнуло при этой мысли. Идея воссоединения Эмбер и Клайда была одновременно волнующей и нервирующей. Она беспокоилась о том, как это сделать. Эмбер отреагирует независимо от того, будет ли воссоединение радостным или горько-сладким. Но чем больше она думала об этом, тем больше понимала, что это может стать последним шагом на пути Эмбер к исцелению. Она быстро откликнулась, согласившись устроить игру двух собак. Настал день встречи выпускников, и Брайден почувствовал напряжение, повисшее в воздухе, когда они ехали в парк, где должна была состояться встреча. Эмбер, чувствуя, что должно произойти что-то особенное, на заднем сиденье вела себя необычно тихо. Когда они приехали, семья с Клайдом уже была там и с нетерпением ждала их. Клайд, который вырос в сильного и здорового пса, спокойно сидел рядом с ними, осматривая окрестности. Как только Эмбер вышла из машины, поведение Клайда изменилось. Он начал яростно вилять хвостом и возбужденно лаять. Эмбер, заметив Клайда, на мгновение застыла, словно пытаясь осмыслить увиденное. Затем, не колеблясь, она бросилась к нему, виляя хвостом с той же интенсивностью. Две собаки столкнулись в шквале радости, лая, обнюхивая и игриво покусывая друг друга. Казалось, что с тех пор, как они в последний раз были вместе, прошло совсем немного времени. Воссоединение было таким, на что Брейден надеялась, и даже больше, и она не могла сдержать слез, наблюдая, как брат и сестра воссоединяются. Семья стояла рядом, тронутая зрелищем того, как Бонни и Клайд, теперь уже Эмбер и Клайд, воссоединяются после столь долгого перерыва. Ни у кого не было сомнений в том, что связь между ними по-прежнему крепка. Встреча продолжалась несколько часов. Две собаки бегали и играли, как будто они снова были щенками. К концу дня семьи договорились сделать эти встречи регулярными, чтобы Эмбер и Клайд оставались частью жизни друг друга. К счастью, они жили довольно близко друг от друга, и поддерживать связь было не так уж сложно. Когда они ехали домой, Эмбер лежала на заднем сиденье, измученная, но довольная. Брейден оглянулась на нее, и ее охватило глубокое чувство удовлетворения. Она знала, что путешествие Эмбер совершило полный круг. Пройдя путь от глубин отчаяния к вершинам счастья, Эмбер не только обрела свой вечный дом, но и восстановила связь со своим братом. Это была история, которая затронула жизни многих людей, в том числе и Брайдена. В тот вечер, когда Брейден сидела на крыльце, любуясь закатом, она размышляла о том, как много Эмбер привнесла в ее жизнь. Когда-то тихий дом теперь был наполнен смехом и топотом лап. Эмбер не только избавилась от своего прошлого, но и помогла Брейдену и Телли исцелиться так, как они сами не ожидали. Брейден знала, что их связывала связь, которую она будет лелеять всю оставшуюся жизнь. Эмбер, которая теперь лежала у ног Брейдена, подняла на него глаза, полные доверия и любви. Брейден наклонился, нежно почесал Эмбер за ушами и прошептал «Спасибо, что нашла меня». Это была простая фраза, но в ней чувствовались все эмоции, которые испытывал Брейден. «Спасибо, что присоединились к нам в этом замечательном путешествии. Как часто вы видите, чтобы приютская собака получала любовь, которой она заслуживает?» Если у вас есть история о такой собаке, пожалуйста, поделитесь ею. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить новые невероятные видео.